Всем здравствуйте! Сегодня хочу рассказать про такую породу кур у меня в хозяйстве от Котлеровской. Котлеровская порода кур считается яично-мясной породой, обладает высокой жизнеспособностью. Своим происхождением порода обязана племенному заводу из Кабардино-Балкарии. Сейчас ее как бы разводят, эту породу, в Сергиево-Пасадском генофонде. Выведена она из таких пород, как Загорская лососевая, полосатого Племутрика, русской Белой, Нью-Гэмпшира и Галашейка. Результатом скрещивания этих всех пород получилась Котлеровская порода кур. У этих кур очень высокая жизнеспособность и яйценоскость. Котлеровские куры несутся практически каждый день. От одной наседки за год можно гарантированно получить 240-260 яиц при хорошем питании. Яйцо светло-кремового цвета. Сейчас покажу. Вот такие вот яички светло-кремовые отсвечивают. Сейчас это у меня молодочки, только начали нестись. При усиленном кормлении яйцо доходит до размеров 60-63 грамма. А при усиленном кормлении яйцо доходит до веса 70-75 грамм. Белок и желток обладают густой, не водянистой консистенцией. Никакого кроссов кур, у них очень жидкий белок растекается и желток такой жидковатый. Продуктивный возраст у котлеровских кур доходит до 5 лет. Нестись они начинают где-то около полугода. У меня вот занеслись 5 месяцев и 20 дней. Первое яйцо получил. Брал я их в том году. А, нет, в этом году я их брал. 2 апреля яйцом в генофонде. В Сергею Посадском. Так. Раньше стандарт предусматривал, что петух должен весить не меньше 3,8 килограмм, а куры до 3 килограмм. На данный момент они стали ближе к яичному направлению. И вот сейчас ли весят петухи не более 2,8 килограмм, куры до 2,3 килограмм. Так, еще раз скажу, что они очень, куры, неприхотливые в содержании. Там могут отлично нестись на зерне. Вот у меня сейчас закончилось там это. На одной пшенице неслись, в общем, неделю. И сыр и пшеницу давал. Сейчас вам сыр едят. О, сыр. Сыр клюют. Кусок дал. Сыр хорошо едят. Даю через день. Кусочку. Где-то по полкило, по килограмму. Вот так вот. Клюют белок. Натуральный. И очень хорошо от него несутся. Петя, Петя. Так, на одного петуха вот можно оставлять от 7 до 12 несушек. Как бы отлично справляется. Топчет оплот где-то 95-96 процентов. Цыплята очень жизнеспособные. Как бы, если вылупились там, ну, 90 процентов где-то выживает. Маленький отход. Еще вот плюс этой породы, то, что когда цыплята вылупляются, петушков и курочек можно сразу как бы отличить. Петушки почти, ну, появляются на свет однотонными. Такие светлые, как бы. А курочки пестрые, такими полосками пестрыми. То есть сразу можно отличить, где петушок, где курочка. Так же они не особо боятся холодов. Ну, конечно, чтоб минусов не было. Там минус 10, минус 20. Так, привет. Плюс 5, плюс 7 там зимой отлично несутся. У меня раньше сидели там в простом деревянном сарае, обшитом железном. Дет 5-7 назад семья, вот всю зиму, и неслись. Иногда даже морозы были. Приходишь яйца собирать, они лопнули. Как бы от морозов трескались. Но куры продолжали как бы нестись. Хорошая порода. Самое главное, вот моя, одна из любимых, Катыревская и Русская белая. Самое вкусное яйцо у них. Изо всех пород, что перебрал я очень много пород. Вот, так, ну на этом все. Всем всего хорошего. Заводите таких курочек. Будете очень довольны с яйцом. А, и петушки вкусное мясо очень. Рубим вот лишних петушков, мясо очень вкусное. Я вот брал в генофонде яйцо. У меня получилось где-то, нам петухов и 20-25 зарубил. Петушки очень вкусные, хорошие на супчик. У нас, конечно, не особо много, но на суп вот потушить чем-нибудь очень вкусно. Ну все, всем всего хорошего. Петушки в смысле. Спасибо за субтитры Алексею Дубкову! Петушки в смысле. У нас какой-то, кому-то не совсем пока дома. П� smoking. А... У нас все.